Медали имени Сергея Манякина вручили самым активным спортивным представителям ветеранского движения Омской области. Почетными наградами их отметили в конференц-зале регионального министерства спорта. Сейчас основной идеей создания фонда и работы фонда это восстать то должное, что в период становления, перехода Советского Союза в российское государство было утрачено. И было утрачено целое одно, нет даже два или три поколения людей, которые делали то благосостояние, которое существовало в нашей стране на изломе истории. Это вот как раз где-то, наверное, в 80-е годы период до этого и период после этого. И поэтому вот эта вот справедливость, наверное, вот такое слово было бы самое правильное, она восторжествовала. И Манякинский фонд сегодня людей различных отраслей, различных профессий, внесших ощутимый и серьезный вклад в развитие нашего региона на ходе. Мы верим твердо в героев спорта, нам победа, как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши сгонки дать имена. Мы хотим всем рекордам наши сгонки дать имена. Это ветераны спорта, это настоящие фанаты свое дело, которые воспитали огромную плеяду знаменитых спортсменов. Которые внесли огромный вклад в развитие не только спорта, но и в целом нашей страны и Омской области. И, конечно, они по достоинству заслужили медаль Сергеевича Манякина. И мы с огромным удовольствием вручили данную награду нашим землякам. Такое было, что меня Манякин в свое время тоже награждал когда-то, захватил еще его. Очень много тоже уделял и спорту внимания. Такой был человек очень одаренный и хороший. А сегодняшней встречи какие у вас впечатления? Мы очень встретились, вот мы все с одного курса, кочергов, логинов, сидим вместе. Все учились в одной группе и теперь вот здесь. Очень приятно. Тем более, что это все, ну как сказать, знакомые, почти все знакомые люди. И мне приятно вдвойне и за них тоже. Это приятно, что помнят. Это, думаю, самое важное из человеческих качеств, особенно оно должно быть у руководства. После официальной части в дружественной атмосфере за чашкой чая Дмитрий Крикоренц пообщался с ветеранами, которые высказали свои авторитетные мнения на различные ситуации, сложившиеся в омском спорте.